Всем огромный привет! Наконец-то у меня влог. Я сейчас нахожусь дома в Дубае, и у меня будет интересный формат в том плане, что у меня начинается месяц резерва. Я не знаю, куда я полечу, какие рейсы мне будут ставить. У каждого бортпроводника раз в год бывает месяц резерва, и я хочу снять для самой тоже интересно. Поэтому я пока что ничего не могу планировать, кроме как своих будней в Дубае, поэтому я хотела это время использовать с пользой. Хочу перебрать весь дом, убраться, сделать перестановку, перебрать все свои вещи, одежду, все-все сделать, которое я вот откладывала. Я просто в режиме жду. Я снова заказала пупышное питание. У меня вот такой обед и такой снэк. Как раз хотела роллы, и сегодняшнее меню меня просто обрадовало. Всем доброе утро или добрый день. Вчера я исчезла. Вчера я просто убиралась дома в своей комнате, на кухне, все полки, короче, все убрала. И мне вот на сегодня дали day off. В 6 вечера я проверила, и на сегодня мне дали выходной. А на завтра мне уже дали stand-by. Stand-by это значит, вы должны в период этого времени ждать, и вас могут отправить на любой рейс. Это завтра у меня начинается в 9 вечера, то есть целый день я должна отсыпаться, отдыхать, и с 9 вечера до 5 утра я должна быть готова, в случае чего полететь на любой рейс. Чемодан, без чемодана, с зимней одеждой, с летней одеждой. Ну, в общем, на завтра у меня вот такой будет немножко стрессовый день, но сегодня я отдыхаю. Сумочка любимая, с ведоми. Давайте посмотрим, что мы будем есть сегодня. Какой-то снэк у нас, десертик любимая. На ужин у нас сегодня рыбочка такая. Завтрак. Сейчас его будем открывать. О, я сейчас посмотрю в меню, что это такое, но я вижу, это яблоко. На обед у нас сегодня картошечка с курицей. Классно. Я вот тот тип людей, которые любят делать разные перестановки. У меня кровать стояла вот так, сейчас я ее поставила вот так, и как будто бы больше пространства появилось. И я сюда поняла, что у меня не хватает какого-то зеркала и большого куста, ну, какого-то цветка с зеркалом, как вот в Пинтерест. И я еще запрашивала сантехников или механиков, не знаю, кто это проверяет, с внешней стороны что-то течет. И я попросила почистить, но они сказали, что спустя неделю приедет клиник и буду чистить холл апартамент. Поэтому я такая, ну, окей, потому что это выглядит совсем ужасно. А сама почистить я не могу, потому что, смотрите, вот эта фигня открывается. Максимум вот так. И я боюсь, это все-таки 30-й этаж, и мне страшно. Я не буду так рисковать. Пусть они сами чистят. И в целом, вот как выглядит комната сейчас. Так не хотела, но все равно нужно пойти в магазин, закупиться какими-то вещами домой. Все равно у меня сегодня-завтра выходной, и делать больше нечего. Поэтому сейчас пойду в магазин и как раз-таки покажу вам примерные продукты в Дубае и как вообще все устроено в Дубае. Какой же лифт приедет? Где он? А, вот. На улице просто классная погода. Какие, а неужели можно ходить в Дубае? В принципе, вот и магазин, и я хочу купить салфетки. Вот это, кажется, 5 штук, а нет, 4. И стоит это почти 120 дирхам. И здесь у нас все всякие химикаты, а ферри у нас по цене 12 дирхамов. Ну, сравнительно с Алма-Той примерно то же самое. Поэтому я всегда здесь закупаюсь. Самые обычные тряпочки 10 дирхам. Мне кажется, даже дороговато. Ну, ладно, тут 3 штуки. Я их возьму, потому что у меня вообще не осталось. Для моего ковра нужна вот такая щеточка, потому что у нас дома нету пылесоса, и ковер надо каким-то образом чистить. Поэтому я беру такую твердую. Кажется, 5 дирхамов стоит. Знаете, что я поняла? Что мне удобно мыть полы именно руками, поэтому я сейчас ищу большую просто тряпку, и мне спокойнее и легче мыть полы руками. Я не знаю, что это за странность, потому что вот эти швабры меня просто бесят. Вот этой штукой никак не помоешь, потому что она разваливается. Поэтому, короче, ищу просто тряпку. Вот и обзорчик на мясо. Получается, фарш грамма 300 стоит 15 дирхамов, и это какой-то Нью-Зеланд пив. Есть австралийский, есть индийский. Я на всякий случай беру всегда просто новозеландский или австралийский. Вот прямо сейчас я хочу взять австралийский, потому что он более свежо выглядит. Теперь обзорчик на рыбу. Если мы берем вот такую рыбу, это стоит 13,30 дирхамов, вот это стоит 19 дирхамов. Я обычно запекаю вот эти штуки, просто вот все, что я умею готовить. Есть, смотрите, даже шоколадка Аленка, и стоит она 7 дирхамов. Прикольно. Есть такая классная функция в магазинах Дубая, что вы, если покупаете очень много вещей, вы, в принципе, можете забрать тележку до дома и оставить там же, возле дома, и они сами забирают. Вот, 25-й. Когда я говорила до дома, я прям имела в виду до дома. Я могу вот прямо сейчас на 25-й этаж поднять, все оставить и спустить тележку, оставить на улице и, в принципе, сотрудники дальше заберут. Это лучше, чем таскать все эти пакеты, и дома сейчас сниму вам распаковочку. Такие у нас продукты. Я купила такую молочницу. Кайф. И вот это для сахара. Такие... Ай. Вот такой у нас ленющий чек. По итогу я заплатила с 380 дирхамов из-за того, что у меня всякие вот такие штучки были. Сейчас я буду все раскладывать и потом напишу цену. Смотрите, вот такие контейнера. Обычные продукты. Макароны, йогурт, творожный сыр, бананы. Это моя тряпка для пола. У меня, к сожалению, не было ненужной футболки, чтобы просто ею протереть. Вот такие обычные тряпки. Фольга, если я буду готовить что-то в печке. Это у меня для туалета. Ферри, потому что он у нас заканчивается. Щетка для ковра. Это мои салфеточки. Тут у меня освежитель для снятия макияжа. Обязательно вкусняшки всякие. Очень-очень много вкусняшек. Молоко. Обожаю яблочный сок, поэтому я его взяла. Паста томатная. У меня ее вообще не было. Опять вкусняшки всякие. У нас рыбка. Все-таки я взяла вот это. Филе. И фарш. Австралийский. Апельсинный. Мыло. Обычное. Мой любимый бальзам для волос. Я не знаю, я его рандомно так взяла. И он оказался очень крутым. Делает волосы супер мягкими. И опять такие вкусняшки. Вот за вот это все добро и плюс плед вышло 380 дирхамов. Напишите, если это дорого или наоборот, если это дешево. Так выглядит мой пледик новый. Мне кажется, я обратно верну вот эту стоечку, которая была у кровати изначально. Она у меня стоит там в кладовке. Потому что чувствую, что как будто не хватает чего-то. Либо кровать нужно обратно поставить вот так. Ну не знаю, плед мне понравился. Он такой мягкий, классный. И цвет тоже мне понравился. Так как завтра у меня вечером начинается резерв. С 9 вечера до 5 утра. И в этот период меня могут вызвать на любой рейс. Я хочу подготовить чемодан на всякий случай. Приготовлю какой-нибудь летний образ, осенний образ. И курточку тоже положу. И если поставить какой-нибудь рейс, мне будет легче собрать чемодан. Потому что у меня уже будет готово. Поэтому вот сейчас буду собирать чемодан. Поставлю что-то на фон на ютубе. И в принципе на сегодня все. Не знаю, правильно ли я собираю или что. Я, короче, подготавливаю два разных. Вот это чисто будет летнее, такое теплое. Потому что могут вытащить на какой-нибудь остров. А здесь будет такая теплая одежда. Вдруг как бы в мире зима, если вытащить на Европу, то тогда заберу вот это. И вот это я просто сейчас соберу и поставлю поверх чемодана. А здесь у меня вещи, которые в любом случае поедут. Это у меня одежда, пижама. В плане одежды для спорта, кроссовки. В любом случае я, скорее всего, пойду в зал. И вот такая непонятная жизнь. У меня будет целый месяц. Я дочитала свою книжку. Это казахстанская книга, в общем, на казахском. Тут такие короткие истории казахша. О, очень классные такие дип-дип разговоры. У меня есть вот такая печать. Ставлю печать на каждую свою книжку, которую я прочитала. Сейчас я сниму контент для инсты. Всем доброе утро еще раз. Я сейчас направляюсь в офис, потому что у нас в офисе есть банк. И мне нужно по делам туда заскочить. И потом я хочу в кофейне посидеть, поработать, потому что мне нужно кое-какие дела закончить. А дома я становлюсь такой ленивой, ничего не делаю, поэтому собираюсь в офис. Вот такой outfit of the day. Это просто черное платье. И помните, мой шоппер, кажется, из Чикаго или Сан-Франциско, я уже не помню. Вот. И я уже опаздываю на автобус. Я закончила свои дела. Я иду, точнее, на разволочку через 5 минут. И, короче, хотела сказать вот о чем. Если вы видите какой-нибудь знак, если вам кто-то что-то говорит, да, вы поняли, что о, прикольная тема. И потом вы этот знак слышите второй, третий раз, то это реально знак. И его надо делать. И вот почему я сегодня по делам вышла, потому что вот таких знаков было очень много. И еще я поняла, что я пока что хотела бы поработать, остаться в Дубае, в Эмриде, потому что до этого я говорила, что отработаю контракт и уйду. Ну а сейчас я поняла, что я все еще люблю свою работу. И тьфу-тьфу, если все будет хорошо, без всяких жалоб, без всяких, ну я не знаю, что угодно может случиться на этой работе, но надеюсь, что все будет хорошо. И я еще останусь на, ну примерно, три года. Вот. Потому что мне сейчас вообще очень нравится жизнь в Дубае. И тем более я сейчас учусь на права. И если у меня будут права и машины здесь, то есть. Все-таки я поняла, что у меня адаптация проходит очень долго, потому что первые восемь месяцев у меня была скукорта прям по дому. Я скучала по дому, хотела вернуться в Казахстан побыстрее. Через восемь месяцев прошло вот это, вот это чувство. И потом я уже начала думать, ох, прикольно, Дубае, жизнь классно. И вот сейчас прошло полтора года, и я наконец-то приняла решение, что я пока что буду здесь. Наверное, на это все-таки повлияло то, что я чаще была дома, в Алма-Ате была. И, в принципе, из-за того, что я каждый раз летала, у меня уже нет такой романтизации Казахстана, Алматы, потому что там вообще-то сложно жить. И вот, в общем, я поняла, что мне нравится моя работа, мне нравятся условия, которые предоставляет Emirates. И если следить за здоровьем, самое главное, и работать здесь, то, в принципе, все-все меня устраивает. Ребята, я дома, подогрела свою еду, сейчас поем и ляпу. Как мне посоветовала подруга, просто поспи, каждые полчаса просыпайся, проверяй свой ростер. Блин, я так надеюсь, что если меня вытащат на какой-то рейс, это будет Европа или даже пусть Австралия. Но что-то вот такое, я не хочу в какие-то страны ехать сейчас, когда вот где-нибудь элементарно вот того, что я хочу поесть. Короче, пусть это будет комфортный уёбрь, я хочу в какой-то Сингапур или в Европу, захотела, но тоже. Но надеюсь, мне повезёт. Не хочу в Азию, Индию, просто хочу что-то спокойное. Всем здравствуйте, я легла спать и резко проверила к 9, кажется, вечера. Сразу по началу моего стендбая проверила свой ростер, и мне, прикиньте, поставили Техас, Давос. И мы полетим туда, всю ночь будем лететь, 16 часов. Когда я увидела, я не поняла, типа, я рада или нет, потому что я вроде просила американский рейс тоже. Это новый штат для меня, новый город. Просто единственное волнует тот факт, что я нормально не поспала. Ну, ладно, посмотрим, как это будет. И сейчас я уже собираю чемодан, посмотрела погоду, там показывает 25 градусов. И я резко тоже посмотрела, куда можно пойти. Чуть-то там ковбойское. В общем, будет влог с Америкой и Новым Штатом. Вот, надеюсь, рейс пройдёт хорошо, потому что это ночной рейс. Вот и всё, я готова. И хорошего вам не рейса. Всем привет из города Давос. Я надеюсь, я правильно произношу. Короче, летели 16 часов, поспали 5 часов. В принципе, рейс прошёл хорошо. И я, конечно же, пойду спать, потому что всё равно я устала. И смотрите, у нас вот такой отель. Вот это меня прям улыбнуло. Это что такое? Прикольно. Вот такой американский отель. Штат Техас, кстати. И две кровати. Очень холодно. О, здесь надо сделать красивые фотки. Давайте проверим вид. Есть ли у нас вид? Ух, так мило. Вау. Всем доброе утро. Я вчера поела и просто вырубилась где-то на часов 15. Сейчас проснусь, пойду в зал. И это вот это вот самый... Один из самых красивых видов из отеля, которые у меня были. Коллеги, кажется, все тоже спят. Никто в наш общий чат ничего не написал. Поэтому я не хочу никого ждать. Сейчас проснусь нормально. Пойду в зал просто, чтобы проснуться, побегать немножко. И на завтрак. И соберусь, и выкачу хоть куда. В центр посмотреть этот город. Я уже накрасилась. Ну, точнее, тени. Господи, у меня мозг не работает. Я накрасилась, нанесла тушь и контур. Без чего я вообще, в принципе, не выхожу никуда. Даже в зал. Поэтому вот. Иду в зал. На улице прям такая пасмурная погода. И мне кажется, город такой себе. Не знаю, я как будто бы не хочу никуда выходить, но придется. Давайте сначала пойдем в зал, покушаем. А потом уже будем решать все. 15 градусов, а у меня особо теплой одежды нет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. у меня проверка погодой в принципе идеально посмотрите как падает свет солнышко у меня правда нету исповки но мне нравится погода короче будем выходить точно и коллеги тоже написали что посмотрим то уже оделась накрасилась и сейчас направляюсь в лобби там вроде ждут коллеги нас вроде бы трое но пока ничего не ясно а поедем в центр вот такой у меня лук of the day в принципе на улице 20 градусов и надеюсь мне не будет холодно вот так я нафуфырилась красота мы пришли на какой-то фермерский маркет что здесь интересного локального есть смотрите я примеряю ковбойскую шапку и она мне как будто бы очень идет но куда я ее надену смотрите столько красоты здесь мне нравится этот pink офигеть она такая тяжелая вау можно на какой-то концерт сгонять вот так красиво на этом маркете в принципе ничего такого особенного нету ковбойские шапки очень дорогие и всякие туристические вещички и скорее всего мы пойдем сейчас уже в парк потому что здесь в принципе ничего больше смотреть мы пришли на какой-то дистрик здесь более-менее какая-то живность но в целом я чувствую что в городе в принципе нечем заняться я так понимаю это mini time square вот такой с большим экранчиком и в принципе это и есть такой центр города почему-то мне напоминает вайп австралии сильные пошла к чертям моя попышная еда потому что мы пробуем шиквиле и у меня здесь такие стрипсы так little update мы пришли вот в такой парк и наверное будем сидеть реально больше делать нефиг мы пришли на какой-то вот такой глаз очень популярный в принципе вот и все я даже не знаю что вам показать и рассказать потому что реально реально ничего мы просто смотрим по карте что посмотреть и все все какая красивая полная луна уже чуть-чуть темнеет сейчас 5 вечера мы возвращаемся на тот farmer's market фермерский потому что хотим купить магнит и оттуда уже поедем домой вот такой тихий город интересно у них вот эти украшения чем-то напоминают казахские орнаменты особенно вот эти вот это тоже так похоже всякие поприкушки я купила вот этот магнитик и сдалась а что я вот здесь была и мы сейчас ждем одну мою коллегу и в принципе все поедем в отель я прям супер-супер хочу спать потому что уже 6 вечера а я проснулся в 4.30 поэтому моя энергия уже падает и сейчас я просто сниму макияж и скорее всего пойду спать и скорее всего я завтра утром проснусь много не говорите что мои ключ не работает завтра утром скорее всего я проснусь рано и и скорее всего снова пойду в зал или побегаю потому что возле отеля мне очень понравилось вот всем доброе утро я проснулась где-то в 6.30 и сейчас направляюсь у нас в отеле есть старбакс хочу там что-нибудь поесть потому что вчерашний завтрак мне не прям понравился поэтому я просто попью кофе и наверное какой-нибудь снэк и уже буду собираться на рейс обратно лететь нам чуть меньше кажется 15 часов или 14-30 и я буду работать на кухне вот здрасте хорошо что я не пошла в зал а сразу за кофе потому что там была такая очередь я простояла кажется 15-20 минут а я не люблю собираться в спешке поэтому сейчас будем завтракать и у меня такой маффи тоже не здоровый потому что на лоёбрах очень сложно питаться правильно я уже почти заканчиваю с макияжем надо было здесь накраситься сразу на видео но что-то я красилась в ванной и под конец только пошла сюда короче макияж глаз у меня вот такой тени от шарлотти убери сначала начинаю вот с этих блестков а потом уже вот этот темный тоже от настроения зависит иногда я просто делаю такой розоватый не не темный легкий макияж сегодня я хочу такой темный сделать потому что после после столько-то часов рейса я хотел чтобы макияж оставался на на лице на глазах подводка у меня обычно от вивиен сабо шарбон называется тушь у меня от кабарет тоже вивиен сабо кстати называется кабарет я не знаю делают ли так мои коллеги но я люблю вот так вот собраться и у меня еще есть примерно полчаса полежать я вот так просто можно скрывать или ставить токи и стук просто расслабляюсь до рейса я не знаю что это за болель я не люблю вот так сразу накраситься и выходить надо обязательно просто полежать всем доброе утро я уже прилетела в дубай а вчера днем где-то к трем часам дня я пошла спать и даже вот не было сил держаться до вечера естественно я проспала весь день проснулась ночью и и была жуткая усталость головная боль мне так было плохо после рейса и я естественно не спала всю ночь и сейчас решила просто встать уже потому что сна нет ни в каком глазу и я хочу сейчас пойти за авокадо приготовить себе завтрак и не знаю что буду делать дальше у меня два дня выходных и вот такой красивый дубай утром сейчас такая классная погода на улице я просто обожаю этот вид вот такой у меня завтрак на скорую руку просто авокадо хлебушек творожный сыр яйца и что-нибудь поставлю как обычно на фон вот it вот хорошо Продолжение следует...